А там сейчас Ёлик, и, скорее всего, у него что-то пострашнее будет. Как вам такой советский вайп? Нужно взять туалетную бумажку и потом выйти в туалет. Ну, у меня с зубами, не знаю как, но все хорошо. Мне только доделали пломбу в этом месте, потому что там откололся кусочек, и мне было больно кушать. Сказали пройти через год, потому что что-то еще намечается здесь, но не сильно. А Ёльку, когда я сделала рентген, не знаю, что у него там, но у него и в прошлый раз было хуже, чем у меня, поэтому, наверное, подольше придется его ждать. Доктор. А зачем тебе рентген? Я не хочу рентген. Не хочешь? Не хочу. А тут это вредно. Оказывается, Ёлик стучал просто так, когда я звонил. Я постоянно привлекаю к себе какие-то ситуации, где люди делают свою работу плохо или как-то недостаточно внимательно. И скорее даже не плохо, а именно, что невнимательно. Я в сервис машины езжу по три раза, потому что они болтик забывают прикрутить, потом не могут найти его, потом они его теряют в моей машине и еще что-то. Пошел к дантисту, сказали, нужно идти сделать рентген зубов. Пошел, звонил в звонок, никто не отвечает. А написано, звонить в звонок один раз, видимо, чтобы их не бесили тем, что им звонят. Я думаю, ну ладно, буду звонить столько, сколько написано. Позвонил, подождал пять минут, ничего, подождал еще десять минут. В итоге полчаса сидел. Но ты еще раз позвонил. Ну да, но я звонил периодически. Я думаю, ну что такое. Стучать не буду, потому что написано звонить. Я же культурный человек. В итоге решил посмотреть номер телефона. Позвонил. Слушай, изнутри уже не отвечают. Говорит, типа, да, здравствуйте, там, или нет. Я говорю, здравствуйте, я стою тут у вас, жду уже полчаса. Можете открыть? Она говорит, да. Ну, короче, растерял женщину, говорит, что да. Видимо, у нее звонок не работает. А я слышу, звенит. Я нажимаю на звонок и слышу, звенит. Может быть, она не слышит или что-то еще. Короче, какой-то капец. Я сидел там полчаса, все, не больше. И сделал этот рентген, потому что мне ничего делать не нужно. Они просто не были уверены. Не, ну хорошо, что сделал. Кто знает, что там. Да, и тут кроме. Что там, конечно. И даже дело не в деньгах. Я не люблю рентгены, потому что это не здоровая штука. Короче, и вот постоянно какие-то такие ситуации. Я уже боюсь пользоваться какими-то услугами, потому что я знаю, что еду принесут холодную. Доставка приедет не вовремя. А что-то еще. Я подарки на Рождество заказал больше, чем за месяц, чтобы просто все было. Иначе оно не будет. И постоянно какие-то такие приколы. Ну везде такое будет. Что поделать. Какая-то... Не, это все потому, что мы за сферу услуг платим копейки. И люди вот это соответственно работают. Пойдем в Макдональдс. Там всегда все, кстати... Почему я люблю ходить в Макдональдс, потому что там всегда все нормально. Придешь в КФС, тебе лук положат, хотя ты просил без лука. Ну все, не обижай мои КФС. Я люблю КФС. Ну теперь мы за здоровыми зубками. А тебе сказали... Мои проблемы не решили. Они сказали просто приди когда-нибудь потом. Сказали, ну я через год приду. Ну тебе тоже сказали, что там еще не... Ну типа нет, они не знают, что проблема. Я говорю, у меня болит чувствительный зуб. Но они сделали рейкет. А как они узнают? Поковыряли там все, сказали, у тебя нет ничего. Короче, едем спускать сэкономленные деньги с этим. Хороший факт, что я думал потратить гораздо больше денег под донтистов. А едем спускать деньги в мой дом. Отлично. Ну я записала в календарь, мне через год нужно вернуться. Вот мы через год вернемся. Я думаю, что у нас будет всегда только 8 донтистов. 8 донтистов. Любимое место. Ёлик в своей естественной среде обитания. Максимально странно заказывать у кассы, потому что у них нет меню, по сути, основного. И я не знала, что заказать даже. Интересное есть слово в чешском. Когда ты покушала? Попкат? Ну вообще папат это получается. Папат? Да. А папкат это уже склонение. Папат, короче. Скажи, вот ты спрашиваешь меня, если я вот... Нам попало сэс. Ну что, типа, сэс это наше странное местоимение, которое не вначале, типа... А после первого слова. А после, да. В общем, это слово, по-моему, означает, типа... Ну не просто покушала, это, по-моему, как у меня что-то наноскательное. Типа накушенькалась, не знаю, что-нибудь такое. Меня всегда на работе спрашивают, когда я покушала, я прихожу. Да, покушали. Сейчас вот Ёлик пойдет домой, я пойду с подругой встречусь. Она мне покажет какое-то новое, вроде, грузинское место. Типа кафе? Да. Или грузинское? Стоите с подружкой. Мы... Это изи. Ой, там, дяденька, я вот так прикрою. Мне кажется, наша встреча изначально вообще не случайна. Я пошла... Это вообще так смешно получилось. Ну не смешно, скорее, просто интересно. Я устроилась в Massimo Dutie. Изи уже там работала. И первый раз я увидела ее резюме. И там... Фодочка. Да, там была моя фотография. Когда девочка? Когда же она придет к нам? А я когда видела, я такая... Мадам... Не моего уровня, мадам. Вы посмотрите на его волосы. Ну, короче, судьба нас свела, и это было просто... Да, мы заобщались, и оказалось, что Питер у нас связан. Не так. Не только Питер, вот. И сейчас мы вот общались о том, что жизнь отстой, почему так сложно приехать домой. Но если мы поедем, мы там снимем влог из Питера. Да. Мы там встретимся и снимем влог. Сейчас мы вам покажем, какие мы будем снимать видео. У тебя этот... Ладно. И я. В мечтах. Ну, сказка же. Сказка. Такие мы девчонки. А вообще сидим в этом... В грузинском, да? В членском. В грузинском. Рекомендуем. Да, очень вкусно. Здесь завтретишки, всякие булочки. Знаете, какие чашечки. Рекомендуем съемки. Мы решили сделать разбор моей новой сумочки. Я не показывала еще. Что мои сумочки? Давай, показывай. Ротеиновые печеньки. Невкусные. Не советую. Но, может быть, сытные. Не уверен, да? Тут лежал мой утренний бутерброд. Бутерброд. Такой вот... Танбултизер у меня вот такой. Микро. Lip Glows. От Lindex. Кстати, неплохо. Недорого и неплохо. Мой кошелечек. Со всеми моими данными. С денежками. Да. Я богата. Заканчивающийся бальзам для губ. От EOS. Как это правильно говорится, не знаешь? Так, да. Очки. Потому что я всегда, когда солнце, забываю их. И решила просто положить сумку, что у меня там... Лизинка для волос. И наушнички, которые скоро умрут. Им уже 4 года. Крючек отработать. Все. Ну, красотка. Добрый день. Выходный день. Прекрасный день. Идем самолетом какать. Потом я начну уборочку дома. Подготовлю все для приезда подруги. Что происходит за кадром? Всегда мои выходные дни начинаются с каких-то съемок рилсов. Потому что у меня появляются... Появляются силы, желания это все делать. Уже 10.20. Я встала где-то в 7.30. Так что пришло время завтракать. И пить мятный кофе. Рецепт-мятный кофе. Подготовлю. Рецепт-мятный кофе. Рецепт-мятный кофе. Аплодисменты. Курица. Субтитры — салют. Добавляю салютную курицу. Рецепт-мятный кофе. лайфхак как почистить диван с помощью воды и руки про этого спайдер-вэна я расскажу я влог снимаю сейчас поменяем на эстетику а такая вот прелесть стручать подругу с Наташей мы знакомы из Питера она сейчас живет в Эстонии уехали подписалась в какую-то очень долгую дорогу надо уехать в твою адресатку короче я уже что-то просрала я поехала на каком-то не том трамвай дело в том, что в аэропорт у нас легче всего добраться на такси но я решила сэкономить и оставить мою скидку на такси для обратного пути но вроде все нормально, вроде я стою и жду автобус просто я стою около крематория и это стрёмно я должна была быть в терминале 2, а я стою и жду ее в терминале 1 она уже вышла, я бегу к ней Наташа я думала, что как красиво встретят, я выйду так я стояла точно так же, просто в другом теме я еще улыбку сдерживала, что ты серьезный, красивый, а никого ну ничего, быстро интересны это модно стоять ты как красиво он к сумочке так хорошо подходит даааа чин-то волнечко а как раз сегодня я думала, что у нас чай закончится? вот Наташка нам привезла передачку от родителей они нам купили чайочек и кофеечек и вот у нас сейчас чайная церемония, пожалуйста сидим на полу потому что потому что диван пролетелся в кровати это будет влог? а что? нет просто так снимали классно на влоге собрались на завтрак блогеры а Юлик там один ой ой, Юлик в пальто наконец идем в одно из любимых кафе в Праге сметана там есть очень вкусные клубничные вафли по-русски так есть? по-русски сметана по-русски сливки но вообще это в честь тут как бы насколько я знаю то ли улица вся сметана это в честь чтобы я не солгала но то ли композитора в общем какого-то человека что у него фамилия сметана была а вообще сметана по-чешски это сливки вкусные им кушать а а а а а а вернуть прикольно что катаешься сейчас он проедет мимо он как это гулять это прекрасно я сегодня выгулю гостей и Цоню стоим красиво пришли к стене Джона Леннона показываем Наташу всякие туристические места когда заставили мужа гулять с нами греется на солнышке если так посмотреть то реально Израиль Наташа нашла Израиль в Праге вот такая плитка так все тепло Ёлик нас ведет на выставку чтобы вы понимали за 4 года он меня никуда не отвел вот что-то типа такого места красота я хочу домой такую велку я хочу домой такую велку а вот даже нельзя в комнату ходить последний раз в таком месте была в Питере в общем пришли на какую-то современную выставку вот пожалуйста смотрим на пленку на фигуры все понятно вышли из прикольного здания ой из прикольной выставки и вот у меня так трусы выглядят пользуемся возможностью мрамор наклеечки которые нужно сфотографировать и рекламу сели выложить контент а Юлик делает самолетик а Юлик летит типа летит это фиаско на спорте девчонки мы идем на стретчинг так красиво мы в предвкушении жесткость мы сходили на стретчинг расскажите свой отзыв о стретчинге мне кажется завтра я не встану у меня ноги сейчас трясутся но это было классно очень круто как девочка пытая подходила тянула я ненавижу это с гимнастики устроила тебе experience в отпуске какой-то мазохический немножко нормально это еще не так жестко было а я ныла на весь зал просто все молчат да реально все такие балерины терпят а я ною одна ну ничего мне не стыдно я уеду с корнями а а о вот и б да ты это не он Он накакал. Идём на кофе с Наталином с красными губами. Потом пойдём в церковь. Диму, ты ещё не видишь? Я взяла и взяла и взяла. Это мне? Да. А это мне? Это тебе? Я просто думала, что вам помогут. Вот. Вот. А что там написано? Наклеиваем, наклеиваем эту кассетку Я чувствую себя тобой Да, мы сегодня поменялись Мои кроссовки, сколько и меньше месяцев Блин, как будто кровь Ну ладно, подходит Ты будешь специально с черного, да? Да Вот этой Эдной меня все обзывают Нужно еще челку сделать У меня была такая челка Смесь, ты нечистая Нечистая? Она еще типа дизайна, стилист Да, вообще она модница, сковородница Пока все спят Я иду к восьми на работу Очень грустно, когда дом наполнен спящими людьми Я пришла Сейчас мы будем заваливать дрип кофе И кушать бутербродик с гаражей И кушать бутербродик с гаражей Колбаской Как мы мы Пакетик с едой Тут у нас котлетки на обед Яйца и бутербродики на завтрак Мама нам передала подарочек на Мождество Я выбросила дрип кофе от Верли Сегодня у нас бурунди Карамбо Попробуем Кстати, мне кажется, я это не пробовала еще Приятного кухня Питье Свеженькая Наташа После встречи Надо сделать ласку красивой Будет хорошо Будет Нью-Йорк Мы пришли в Тарбакс взять с собой напиток И пойти гулять Попробуем 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 Субтитры сделал DimaTorzok Приятного аппетита! Мы с вами прощаемся Этот влог завершён Наташа уезжает Это было классно Надеюсь, вам понравилось всё, что я наснимала Подписывайтесь, ставьте лайки Снимайте сториз о том, как вы смотрите влог Да, пожалуйста Вот Наташа снимает А не вы снимите Пока!